Канал Полезные Советы и Людмила Морозова представляют вашему вниманию витаминный салат Гатнянский из пекинской капусты. Добрый день, друзья! Сегодня я буду готовить салат из пекинской капусты. Сейчас межсезонье и, естественно, витаминов не хватает. А капуста пекинская это кладезь витаминов. В основном витамин С и масса еще других веществ. Я не советую, конечно, каждый день готовить такой салат, но периодически можно сделать из этой капустки салат. В этот салат входит пекинская капуста, или как по-простому называют ее пекинка. Пекинская капуста, ветчина, горошек зеленый, яйцо одно, я взяла один перец красный сладкий и зелени. Ну, на зелени у меня есть укропчик и есть штук-3 луковички зеленых. Заправлять мы будем майонезом. Можем добавить немножко перчика черного. Ну, это уже по вкусу. Специи по вкусу. Вы любите острое? Пожалуйста, добавляйте острое. Нет. В общем, приступим к нашему салату. Я вам хочу сказать, что я эту капусту предварительно помыла. Вот отделила каждые листья, потому что внутри он может оказаться какой-то подгнивший, где-то что-нибудь такое нехорошее. Поэтому желательно листья помыть, просушить салфеткой или полотенечком и потом уже из нее делать блюдо. Листья петли мы будем нарезать тонко-тонко. Ну, а остальное мы уже посмотрим, как будем делать дальше. Берем несколько листиков. Я вот так еще разрезаю наполовину. Все вот как-то вот мы привыкли. Ой, нужно есть зелененькое, а это даже некоторые хозяйки отбрасывают. А я вам хочу сказать, что именно вот в этой части белой, не в зелени, а именно беленькая часть, она самая полезная, самая витаминная. Поэтому, друзья, не выбрасывайте никогда вот эту белую часть капусты. Ну, я еще немного порублю ее. Будем складывать большой салат. Какой-то нежная. Проникла. Салат. После этого нежная. вот такую зеленую часть она вообще очень мягенькая мне кажется лучше большими кусочками как она будет интереснее в салате и мягкая нежно еще листиков осталось она даже не целую капусту берем отчасти обязательно перемойте листики потому что я даже сама обнаружила внутри во внутренней части там некоторые кусочки я повыбрасывала хоть внешне она конечно была нормальная но обязательно мойте если вы не траток можете замочить ее в воде потом готовить все теперь засыплю горошек сюда вот пожалуйста у нас вот такая миска горошек засыпаем сюда идет полбанки горошка ну я имею ввиду полметровую баночку добавим еще сюда зелень вот тут лужень обзаю вот тут лужень обзаю желательно брать еще и петрушку я могу конечно сухую петрушку насыпать посмотрим в конце как по вкусу ну и укропчик у нас зеленый свежий посмотрите на собачек порежу красный перец я его предварительно вымола чистила семян и от этих перепоночек хочется его порезать очень симпатично я вот и думал как же его лучше порезать давайте вот так вот кусочками перец очень сочный в общем не знаю даже скорее всего я наверное его натру на терке как мне больше понравится посмотрите благодаря черке у меня осталось совсем мало перца натереть не хочется заморачиваться долго долго резать у вас если пожалуйста без желания можете порезать можете крупнее порезать не вопрос есть такая хорошая поговорка плохата женщина которая из ничего не может сделать салат шляпку и скандал так что пожалуйста масса вариантов делайте как заблагорассудится хоть на терке хоть без терке как порезать не вопрос так теперь у нас ветчину ветчину порежем кусочками посмотрите а а а а а а а а а другой нож, вот такой осленький, прекрасно режет, ветчины я беру всего лишь 200 грамм, режем зелень, и потрем яичко, можно его вилкой конечно помять, но, вот такая возможность потереть, я его лучше потрем, можно порезать конечно кубиками, я в данном случае буду тереть кубиками, длинный, все наши ингредиенты, все на месте, теперь осталось немножко высадить, немножко, вначале мы ее перемешаем, этот салат, смотрите какой он яркий, красочный, и все, теперь я перчиком дам, хотите можете добавить те специи, те травы, всевозможные люди добавляют, и пожалуйста, по желанию, если вы это любите, и немного перца и соль, добавлю, нам осталось добавить только майонез, этот салатик, и тщательно, тщательно его перемешать, и тщательно, тщательно его перемешать, и там еще будет этот салатик, и там еще будет этот салатик, салат очень вкусный, и уже сейчас такой аромат, и он состоит в основном из свежих овощей, делайте весенний салат, полюбите пиетинскую капусту, из нее можно очень много салатов, различных приготовить, друзья, вот такой замечательный салатик у нас получился, пожалуйста, готовьте такие салаты из пекинской капусты, и она полезная, она вкусная, и она может разнообразить ваше меню и ваш рацион, тем более, что эта капуста для диетологов, так сказать, очень даже важна, она для похудения, потому что она очень медленно переваривается, и у тебя ощущение сытости наступает после того, когда ты ешь эту капусту. Пожалуйста, смотрите мои видео, делайте как я, видео, заходите на мой канал, я буду новые видео выкладывать и готовить для вас, делиться опытом, спасибо за просмотр, ставьте, пожалуйста, лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч!